Всем привет, это Алексей и проект курсы живописи. Сегодня мы посмотрим с вами как рисовать маслом вот такой вот пейзаж с полевыми цветами крупным планом. Для работы нам понадобится большая плоская кисть желательно щетина или жесткая синтетика, две-три небольших плоских синтетических кисти, а также одна маленькая круглая или плоская синтетическая кисть. Также нам нужен будет разбавитель для масляных красок и следующий набор цветов. Окись хрома, кобальт зеленый темный, ультрамарин, кобальт фиолетовый темный, кадми желтый, охра светлая, кадми оранжевый, небесно-голубая, марс коричневый, краплак фиолетовый и конечно же берила. Итак, приступаем к работе. Первое, что мы с вами делаем, это протираем холст разбавителем, чтобы избавиться от пыли и жира, который мог на этом холсте образоваться. Кому же на влажный холст краска будет ложиться намного лучше. А далее давайте посмотрим на картинку. У нас доминируют два цвета, фиолетовый на заднем плане и зеленый на переднем. Моя задача сейчас закрасить белый холст, используя производные от этих двух цветов, то есть различные оттенки фиолетового и различные оттенки зеленого. Мазки стараемся делать по большей части вертикальные, так как они будут имитировать направление роста травы и роста деревьев, которые у нас имеются на заднем плане. Также вдали у нас лес освещён солнечными лучами, поэтому вольные оттенки фиолетового и различные оттенки. Вводим в картину теплые охристые, оранжевые оттенки. Стараемся сразу наметить место, где будут лучи солнца. В этих участках мы их холст закрашиваем более светлыми оттенками. Субтитры создавал DimaTorzok Вблизи, кроме зеленого цвета, у меня также появляются желтые. Это часть травы, попавшей в свет. Использую здесь кадны желтой, охру и зеленые оттенки. Можно сразу наметить силуэты отдельных травинок с желтым цветом на фиолетовом фоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В самом низу у нас трава попала в тень. Используем темный зеленый цвет, зеленый плюс коричневый, плюс синий. По большей части все мазки у нас внизу будут вертикальными, но также могут появиться и крючкообразные мазки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мазочки на холсте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не задерживаемся подолгу на одном из объектов Наметив цветы переходим к Дальнему плану Там нам необходимо наметить листву Листва деревьев мерцает в солнечных лучах Поэтому мы делаем ее оттенками желтого, охра и оранжевого, при этом, естественно, добавляем большое количество белого. Можно наметить несколько стволов деревьев. При этом у нас не стоит задачи нарисовать дерево подробно и полностью передать конструкцию и улетвей. Наша задача лишь создать массу листвы, передать ощущение. Продолжение следует... 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 После чего темным цветом мы задаем ей прожилки. Бабочка у нас является ярким оранжевым пятном, которое привлекает внимание зрителя. А также говорит нам о том, что оранжевый цвет необходимо где-то еще использовать в своей работе. Поэтому можно на некоторые травинки положить оранжевые рефлексы. Наша картина только выиграет от этого в красочности и сочности. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, финальные стрихи проходим по различным элементам. Немножко добавляем им четкости, немножко добавляем им яркости. Теперь нам осталось поставить подпись. Вот такая вот картина у нас с вами получилась. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями на сайте и в соцсетях. Ссылки на них вы сейчас видите у себя на экране. Ну что, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. С вами был Алексей. Пока.